В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Под поселком Рощинский в пешую колонну врезался автомобиль. Солдаты шли в сторону поселка, когда 34-летняя женщина, водитель легковушки, не справилась с управлением, въехала в строй и сбила 22-летнего парня. Пострадавший получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в состоянии коммы третьей степени. В ГИБДД поясняют, что автомобилистку опросили и отпустили домой. По факту произошедшего ведется проверка. В выигрыше остались только полицейские. В Самаре силовики остановили работу незаконного покерного клуба. Злачное заведение располагалось в Октябрьском районе Самары. По данным полиции, работало оно около двух месяцев. В момент появления полицейских в помещении находились около 10 человек, гости и персонал заведения. При обыске были изъяты карты, игральные фишки и более 20 тысяч рублей, предположительно полученные незаконным путем. В настоящее время работа игорного заведения прекращена. В отношении предполагаемого организатора покерного клуба, мужчины 1995 года рождения, Следственным управлением Следственного комитета России по Самарской области возбуждено уголовное дело. Причиной возгорания на Самарской ГРЭ смогло стать короткое замыкание. Напомню, рано утром 5 марта пожар охватил 10 квадратных метров. Горел генератор одной из пяти турбин. Возгорание ликвидировали пожарные. На месте ЧП работали 64 человека личного состава и 13 единиц техники. Сгоревшую турбину планировали вывести из работы в следующем году. Повреждение не повлияло на подачу горячей воды и отопления. Электрическая нагрузка станции также была сохранена. Более двух килограммов марихуаны изъяли наркополицейские у 36-летнего жителя Самары. По данным силовиков, мужчина через интернет приобретал семена, выращивал коноплю и изготавливал дурман. Всем этим он занимался в частном доме в Привожском районе области. В Самару наркотик привозил партиями. По словам задержанного, наркотик изготавливал для личного употребления. Продавал или нет, еще предстоит выяснить. Уголовное дело возбудили по статье «Хранение наркотических средств в крупном размере». Почти три тонны наркотиков изъято. Таковы результаты работы сотрудников областного управления наркоконтроля за 13 лет. 11 марта ведомство отметило профессиональный праздник. Сейчас на первое место выходит борьба с синтетическими наркотиками. Только в прошлом году появилось около семи новых видов. В Россию они в основном попадают из стран Средней Азии. За 13 лет работы областному управлению ФСКН удалось пресечь более 22 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По подсчетам силовиков, до потребителей не дошло 13 миллионов опасных доз. Более 330 организованных преступных группировок отправились за решетку. Но, по словам начальника ведомства Сергея Масюка, еще есть над чем работать. Помочь нельзя пройти мимо. От того, где в этом предложении окажется запятая, зависит многое, возможно, и человеческая жизнь. В Самаре 29-летний молодой человек необычно отметил свой день рождения. Вместо того, чтобы участвовать в застолье, спас женщину от насильника. О человеке, который уверен, что чужой беды не бывает, наш следующий сюжет. Ольга, так зовут потерпевшую, показывать свое лицо не хочет. До сих пор признается, находится в шоке. Все началось с застолья у подруги, где она познакомилась с 30-летним мужчиной. Когда все стали расходиться, галантный кавалер предложил проводить девушку до дома, но буквально только отойдя от подъезда, накинулся на нее. На мольбы девушки не делать этого, насильник не реагировал. Сил сопротивляться, рассказывает Ольга, уже не было. Как вдруг появился молодой человек. Леонид Цавкин возвращался домой с работы. Как только услышал крики, бросился на помощь. Не разбираясь, я его одной рукой приподнял, а все вернул сюда. Ее просто сюда отодвинул, потому что площадка была побольше. Понимаю, что в любом будет потасовка, что-то завернется. В этот момент он вскочил, одел штаны и начал на меня намахиваться. Борьба длилась недолго. Скрутить преступника Леониду помогли навыки рукопашного боя. Удерживая насильника, молодой человек позвонил в полицию. Сейчас задержанный дожидается суда, а Леонид Цавкин получает награды от начальника самарской полиции. В прошлом году мы поощрили 12 человек, которые принимали активное участие в задержании преступников. Это были лица, которые подозревали в совершении разбойных нападений и грабежей на улицах в общественных местах города. О том, что всю ночь провел в отделении полиции, давая показания, вместо того, чтобы дома отмечать день рождения, Леонид не жалеет. Говорит, что не мог оставить человека в беде. Героем себя не считает, но уверен, на его месте так поступил бы каждый настоящий мужчина. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.